Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить на такую важную тему. Я уверена, что у многих из вас она откликнется. Замечали ли вы, что в какой-то момент вас перестала устраивать ваша жизнь? Вот до этого момента вроде жили, радовались, все нормально, все классно, хотя могли быть у вас какие-то проблемы при этом, какие-то перипетии, но все равно вас все, в принципе, устраивало. И вот настал момент, когда вы просыпаетесь утром и понимаете, что вам пусто, что вам как бы некомфортно становится в этой жизни, что как будто бы все, что может предложить эта жизнь со всеми там хобби, занятиями, карьерой и так далее, и так далее, и так далее, вам не подходит, вас не удовлетворяет. Вы чувствуете уже заранее, заведомо, даже если что-то из этого вы пока не пробовали, что это не поможет вам получить вот это самое удовлетворение, ощущение наполненности, счастья. Да, я бы сказала наполненности, когда вот чувствуешь, что все правильно, все на своем месте, есть вот энергия жить, продолжать и так далее. И наверняка кто-то из вас, может быть, уже множество попыток предприняли для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Может быть, там надолго уезжали в отпуск, путешествовать, пытались найти себя в каких-то хобби, но все равно приходили к тому, что этого недостаточно. Невозможно закрыть вот эту самую пустоту, которая образовалась внутри. На самом деле это состояние правильное, и оно уместное, особенно для последнего поколения, для последних десятилетий. Это состояние принято приписывать к заболеванию под названием депрессия, которая уже вышла на первые позиции по сравнению с другими болезнями, охватившими общество. Но на самом деле, что говорит наука Каббала? Что это никакая не болезнь. Нет такого, что с вами что-то не то, вы какие-то неправильные. На самом деле, это совершенно естественная стадия развития человечества, перед тем, как осознанно встать на духовный путь, на тот путь, для которого каждый из нас предназначен. Что предлагает наука Каббала? Два пути. Первый путь совершенно естественный, вот как идет, так идет по жизни, да, но при этом он неприятный. Вот это вот ощущение пустоты, оно будет усиливаться. Это на самом деле неприятно. Я даже не знаю, что можно сравнить с этим состоянием по неприятности. Потому что ты не знаешь вообще, куда себя деть. Ты просто и как бы и убить себя ты не можешь, да, потому что инстинкт самосохранения срабатывает. И жить ты тоже не можешь. И ты просто вот маешься, постоянно маешься. Это же очень неприятно. И второй путь, который предлагает наука Каббала, это пойти по ее пути. Когда мы работаем по методике науки Каббала, и работаем мы над этим совместно с единомышленниками, мы вызываем вот эту самую скрытую в наших взаимосвязях или в природе по-другому, да, силу, которая помогает нам быть как бы оторванными от своих ощущений. Я об этом не раз говорила, да. То есть мы, получается, как бы начинаем быть как на воздушной подушке. И поэтому уже не чувствуем вот эту пустоту. А наоборот, чувствуем новые ощущения. Чувствуем радость, азарт, задор. И это дает нам энергию не только просто жить, да, но и двигаться именно к захватывающей нас все больше и больше вот этой самой духовной цели. Прийти к подобию Творцу. Поэтому можно, конечно, долго размышлять о том, для меня наука Каббала, не для меня, может быть, мне это окажется неинтересным, какие-то там миры изучают, еще что-то, а я вот привык к другому. А на самом деле вопрос не в этом, а в том, что здесь вы реально можете почувствовать себя в своей тарелке, вы можете почувствовать себя комфортно, вы можете почувствовать ту самую радость, может быть, которую уже долгое время не чувствовали. И получить энергию, двигаться дальше, жить вообще, вставать с кровати, куда-то идти, что-то делать. Это очень важные вещи. Поэтому я приглашаю вас попробовать. Попробовать, да, это ни к чему не обязывает. Возможно, здесь вы найдете действительно свое вдохновение, которое поможет вам и в остальной жизни, помимо Каббалы, чувствовать себя уверенно, радостно, чувствовать энтузиазм. Ну и все в таком духе. Если вам понравилось это видео, делитесь со своими знакомыми. Буду рада пообщаться в комментариях, обсудить ваш, может быть, опыт в отношении этих вещей. И до встречи в ближайшее время. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok